В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина о главных темах сегодня. Случайность или трагическая закономерность? В четвертый раз жильцы дома наблюдают, как люди выпадают из окон. Последним погибшим стал подросток. Слышим грох! И машина вик-вик-вик-вик-вик. Наверное, раз в четыре-пять викнуло, и все, и тишина. Подогрели, ободрали. Чтобы скрыть кражу наличных, продавец наняла бывших уголовников для поджога магазина. Ну, зашел туда, молодой человек разлил бензин, вышел, поджог. Ты видел, пламя-то пошло? Там волна пошла. От Элла местного разлива. Сразу две трагедии в разных районах на почве ревности. Прирюновав женщину, подозреваемый куском алюминиевой проволоки, задушил ее, после чего спрятал тело на дне сточной канавы. Послушав истории жильцов дома номер 62, корпус 2 на улице Первомайский проспект, даже будучи убежденным скептиком, задумаешься о теории существования так называемых несчастливых мест или строений. По словам местных бабушек, 23 августа привычную тишину летнего вечера нарушил странный звук. Старушки встрепенулись. Слышим грох! И машина вик-вик-вик-вик-вик. Наверное, раз 4-5 викнуло, и все, и тишина. Жильцы подумали, что одна их соседка что-то выбросила из окна, но когда обратили внимание на газон, пришли в ужас. И он упал прямо вот на эти вот нажилет, на эти, сам на броволки, и все это. Полчаса, утверждает наша собеседница, они пытались вызвать скорую помощь, но телефоны постоянно сбрасывались. За то время, пока подросток находился под злополучным балконом с площади Победы, она в нескольких метрах, успели подбежать многочисленные отдыхающие. По вечерам, говорят бабушки, недостатка в компаниях здесь не бывает. Объяснить, что же на самом деле случилось, юноша не успел. При доставлении в больницу подросток скончался от полученных телесных повреждений. По данному факту, железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань, Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области, в настоящее время проводится доследственная проверка. По предварительным данным, несовершеннолетний отдыхал в одном из городских кафе в компании своих знакомых, затем ушел, сказав, что зайдет в гости к товарищу. На техническом балконе, откуда предположительно упал подросток, были обнаружены приспособления для употребления курительных смесей. Эти технические балконы самим жильцам никакой пользы не приносят. Напротив, зимой приходится выметать снег, в теплое время года разгонять любителей посидеть на свежем воздухе. Люди добродушные, и несмотря на домофон, в подъезд попадают разные гости. Хозяева квартир сначала просили частично заложить проемы, на некоторых этажах добились своего, а потом и вовсе повесить замки. Случай-то не единичный. Вот скажите, у меня есть информация, что уже не первый раз у вас кто-то выпадает из окна? Четвертый. Четвертый раз? Да. А кто, ребята молодые или кто-то постарший? Двое молодых. Двое молодых. Один, ну один это... Ну что-то там, видимо, не совсем было получено. Да, не совсем было получено. Он очень пил и... А вот этот мальчик. А этот мальчик, я не знаю, чей он. То есть он у вас не живет здесь? Не живет. И девочка тут упала. История дома вообще с душком. В прямом смысле слова. Жильцы уже устали жаловаться на едкий тяжелый запах канализации. Пока только обещание. Соседи надеются, что последнее горькое происшествие заставит обратить внимание хотя бы на злополучные технические балконы. Следствием назначен целый ряд экспертиз, которые помогут установить обстоятельства произошедшего. И коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. А для начала еще и сама эту самую избу подожжет. Это жительница города Скопина. Населенный пункт славится не только знаменитой керамикой и героями орденов славы, но и криминальными личностями. С лихими 90-ми, конечно, размах не сравнить. Но вот хозяину сгоревшего магазина, который утверждает, что нанесенный ущерб составляет более 1 миллиона рублей, точно не позавидуешь. Все, в чем провинился мужчина, предупредил продавца о грядущей ревизии. Такой вариант развития событий в планы 30-летней сотрудницы явно не входил. Женщина одна воспитывает двоих детей и постоянно жаловалась на ошаткое материальное положение. Горе продавец оказался под подозрением почти сразу. Выяснилось, что очаг возгорания был внутри помещения, рядом валялись две канистры с-под бензина, а на прежних местах работы за женщиной регулярно числились недостачи. При проведении первоначальной беседы с ней она однозначно отрицала свою причастность к данному мероприятию. Хотели провести ее психоэмоциональное исследование с использованием устройства полиграфа, в которой она также категорически отказалась. Но сотрудники уголовного розыска, скажем, не сидели сложа руки, была собрана и получена еще значимая информация. Для организации поджога продавщица обратилась к своему знакомому с криминальным прошлым. Тот, в свою очередь, нашел двух исполнителей. Свои услуги профессионалы оценили в 50 тысяч рублей. Может, неделю за две. Встретились? Да. Что она попросила? Проблему решить? Ну, с самого начала решала все Собольский Сергей. Хотя в курсах? Ну вот. Ну, а потом с ней за неделю, может, за две встретились. Она потом просила зайти в магазин, ну, типа, окажет все. Поджигатели так честно отрабатывали деньги, что едва не пострадали сами. Взрывом выбило стеклопакеты и железную дверь. Ну, зашел туда, молодой человек разлил бензин, вышел, поджег. Ты видел, пламя-то пошло? Там волна пошла. Из горевшего магазина задержанные ничего не похитили. Однако в их домах было обнаружено несколько баулов с вещами, на которых стояли магазинные ценники. Среди похищенного – одежда, обувь, алкоголь, табачная продукция, продукты питания, мыло и даже туалетная бумага. Откуда такое богатство стало понятно после анализа других недавних краж в магазинах Скопинского и соседних районов. А те-то магазины вы подломили? Как? Сигмализации не было? Что там было? Ну, сигмализации не было. То есть вы выбирали, где нет сигмализации? Да ничего не выбирали просто. Приезжал, он сломал и все. Ну, до этого вы днем сначала прокатились, посмотрели? Нет. Просто сразу приехали и все. Ночью? Ну, а вы знали, что там магазин? Нет так просто на БУМ. Все это у нас в России матушки на БУМ. И если еще можно попытаться найти логику в поступках неоднократно судимых персонажей, то что сказать о маме, которая и на свободе приносит немного пользы своим детям и между тем сознательно идет на преступление? Еще одно ЧП, правда, с меньшими потерями произошло в Ряжске. Продавщица сама назначила себе жалование из кассы в размере 492 506 рублей 50 копеек. Причем действовала осторожнее. Заручившись доверием руководителя и договором о полной материальной ответственности за недостачу, продавец систематически брала выручку в период с мая 2011 по декабрь 2012 года. Скрывалась такая премия достаточно просто путем исправления электронных чеков. Странно, что ни предприниматель, ни главбух так долго не замечали под боком мошенницу. Кстати, суд назначил сумму штрафа практически в 4 раза меньше награбленного. Эхо минувшей Второй мировой войны в прямом смысле продолжает греметь в Рязанской глубинке. То тут, то там местные жители находят оружие, в том числе и советских воинов. Буквально несколько дней назад боевой набор был найден у пенсионерки из Тумы. В гараже 68-летней женщины обнаружено полсотни патронов калибра 5,45, более 400 патронов калибра 7,62, а также запал к ручной гранате и магазин к автомату Калашникова. Полицейским предстоит выяснить, откуда у запасливой бабушки этот арсенал и кто является его хозяином. А пока возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов. Надо сказать, многие добровольно встают на путь исправления и сдают такие схроны оперативникам. Когда склад УМВД заметно пополняется, начинается самая красочная часть работы – громкое уничтожение. На специальном полигоне взрывотехниками ОМОН были уничтожены путем подрыва две боевые гранаты и около 10 светошумовых гранат заря и пламя. Света-звуковая граната пламя используется в системных, в системах охранных, а также в спецоперациях, проводимых спецподразделениями. Взрыв данной гранаты производится с помощью подрывной машинки, которая подсоединяется с помощью проводной линии к проводкам, исходящим из данной гранаты. Вот фрагмент, видимо, от уничтожаемого патрона был обнаружен. И всего больше опасных фрагментов не обнаружено. Уничтожение прошло успешно. Кроме того, 522 единицы оружия были переплавлены на одном из предприятий Рязани и уничтожено более 23 тысяч патронов. О происшествиях на рязанских дорогах. Только за минувшую неделю в сводках было несколько сообщений о серьезных авариях, в которых погибли пассажиры. Что удивительно, за прошедшее лето неоднократно в информацию ведомства попадал такой достаточно тихоходный и неповоротливый вид транспорта, как трактор. Водители недооценивают возможные последствия. В воскресенье 25 августа 41-летний житель села Сысоя Сараевского района въехал в стоящий трактор на своих «Жигулях». Мужчина двигался на высокой скорости и не справился с управлением. Он погиб на месте до прибытия медиков. Как относиться к злоумышленникам, если с одной стороны они нарушили закон, а с другой еще не достигли того самого возраста, с которого наступает уголовная ответственность? Честное слово, трудно вериться, что 15-летние тинейджеры не понимают, где заканчиваются приключения и начинаются взрослые забавы. Скорее наоборот, рассчитывают на жалости снисхождения. Практически так и получилось с задержанными подростками, которым надоел спокойный отдых в детском оздоровительном лагере. Они решили прокатиться с ветерком на чужих авто. Причем под статью «Угон» это правонарушение не подходит, ведь цели похитить автомобили как таковой не было. Как только заканчивалось горючее, школьники, а все они воспитанники Рыбновской школы-интерната, бросали машины, где придется. В течение недели совершили 4 преступления, совершили 4 угона транспортного средства. Транспортное средство угоняли сыном отечественного производства. Это «Москвич» 412 и «УАЗы». Все участники признали свою вину. Самый старший из них сегодня находится в Тульском специализированном училище закрытого типа для подростков, которые уже совершали преступления. Биография остальных пока без темных пятен, а хозяева авто решили проявить терпение и не настаивают на строгом наказании. Хотя вообще по статье им может грозить до 6 лет лишения свободы. 4 человека совершали преступления, но в каждый раз они менялись. То есть все 4 преступления они совершали все вместе. В четвером 2 из них 3 преступления совершил, 1 2 и 1 1. Что делать с детьми, которые не хотят исправляться, в нашей стране пока, к сожалению, не придумали. Выводов от сурового наказания часто хватает лишь до приезда домой в те условия, где очень непросто плыть против течения. Страсти, разыгравшиеся в селе Канино, Шекспир вряд ли бы оценил, но сам того не подозревая дал имя главному герою – Отелло. От венецианского мавра, разумеется, ранее судимый житель Сапашковского района, мягко говоря, далек, но причина трагедии стара как мир – банальная ревность. 24 августа мужчина праздновал свой 44-й день рождения в компании сожительницы практически вдвое моложе себя и общего знакомого. В ходе распития спиртных напитков ранее судимый, в том числе за убийство по мотиву ревности, хозяин дома заметил, что гость оказывает знаки внимания его женщине. Между мужчинами возникла ссора. После этого подозреваемый вышел из дома, оставив сожительницу и гостя наедине. Затем он перелез в спальню через незапертое окно, но не нашел их там. Найдя сожительницу и мужчину в террасе дома, он увидел, что сожительница намеревается вступить в интимные отношения с другим мужчиной. В это время подозреваемый подошел к женщине и нанес ей несколько ударов ножом. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления. По ходатайству следователя подозреваемого взяли под стражу, а в тот же самый день в правоохранительные органы с явкой с повинной обратился 20-летний житель Рыбновского района. Мужчина сам признался в убийстве своей знакомой. Тело женщины, как он и сказал, с признаками насильственной смерти было обнаружено в сточной канаве. По данному факту в отношении молодого человека Рязанским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области Сразу же было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, то есть убийство. Инцидент произошел в поселке Дивово. Снова алкоголь, разница в возрасте, погибшая на 16 лет старше и ревность. Молодой человек задушил подругу куском алюминиевой проволоки, после чего спрятал тело на дне сточной канавы. Следователи выясняют подробности. Итог подведем словами Гёте, который сказал так. Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации. Как правило, животное существование в алкогольном дурмане и приводит к трагедиям. Берегите себя сами, кроме вас некому. На сегодня все. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин